я все-таки начну на штанг опять на мешок набросится мешок с букой а это с букой чисто случайно получилось? как в пасте Бориса оказалась бук? случайно я пришла с работы зашла в магазин купила батон собственно говоря он у меня из мешка его достал ну вот смотри Борис в действии вот ровно такое же было и 10 минутами ранее когда мы приехали вот этот мини приют и вот собственно все его уже не снять отсюда вот ну что давайте кормить Боречка нам не отдаст его надо если только полиэтилен у нас не съел Боря ну я не отнимаю у тебя кушали час назад все Боря тоже кушал а вот он у нас не голодный но вероятно это кошачья слабость это слабость в том чтобы что-то нужно украсть то есть воришка 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 он у меня каждый день ворует бывает курицу готовлю другим кошкам ворует ну и батон не против он все не против съесть тем более мучное возьми возьми ну отъешь он мне на диете он больше больше зациклен именно как то что нужно украсть но не на том чтобы съесть ну это круто угощайся пожалуйста нет он уже откусил кусок и продолжает просто висеть в пакете ему главное это его добыча и все наверное единственное можно сказать что булка качественная просто животное с таким с такой страстью неприкрытой поглощают фото Боря ну съешь уже корм причем тебя не заинтересовал Боря вот корм Боречка Боречка тут корм есть ну а вообще можно ли сказать что животное обижали вот предыдущие соседи да говорят что обижали мне сказали что завели они собаку и постоянно его гоняли выгоняли его на на лестничную площадку вот собака его тоже не влюбила хотя с нашей собакой все абсолютно прекрасно живет вообще никаких проблем да кстати нужно сказать что тут в квартире помимо порядка десятка котов проживает не старт Ева Ева ну аппетит хороший у кота аппетит у кота расскажите про него побольше значит с того момента как он оказался у вас там естественно и прививки сделаны все да все в порядке отмыть его пришлось провести в порядок и отмыли и кастрировали он был не кастрирован да и все как положено вот блок прогнали глистов прогнали все сделали давайте еще попробуем покормить только уже Оксана так вот цивилизованно на Борю а сколько годиков ему ну Борису порядка трех лет от трех до пяти от трех до пяти где то так наверняка вам ну я не скажу ну помимо того что доминанты помимо того что хулиганистые бескрайне благодарны вот что еще можно о нем рассказать очень любят мыть посуду правда переворачивать да иногда если не уберешь то что начинает греметь все переворачивает нам даже кажется что сейчас все вывалится нафиг и собственно устраивает просто на кухне какое-то безобразие но вы ожидали что вот такая реакция в соцсетях будет я не ожидала вообще я выложила в соцсети вконтакт тут у меня девочки выложили в инстаграм я вообще не ожидала я не хотела даже выкладывать решила показать своим подругам вот ну да и такой ажиотаж начался я совершенно да непонятно мне ну что по-моему Боря доел первую порцию вторая должна оказаться перед его монументальной физиономией нет? ну в виде корма я думаю что батона его больше нет но Боря настроен на батон исключительно потому что это не полезно для кошек ну да много все-таки мучного ему не надо есть Боря ну это его добыча собственно надо отдать но он один так реагирует никто больше вот так так не реагирует ни на буты ни на другой продукт что можно как бы отнять все такое вот Борис у нас хищник давайте кормом попробуем его покормить тоже Боря а как на новых людей вообще реагирует Боря отлично реагирует на новых людей есть кошек которые боятся прячется Боря абсолютно прекрасно он ко всем сразу начинает прыгать на руки он очень добрый очень ласковый он иногда даже начинает посасывать футболку там или если ему не даешь там а то топать лапками да топает лапками и посасывает ну ему в детстве видимо не хватало ласки маминой заботы может отняли рано не могу вам сказать ему хоть только очень ласковый постоянно сразу прыгает на руки Елена но нужно самое главное сказать что все эти котики они ищут новый дом да все котики у нас пристраиваются ищут новый дом ищут хозяев поэтому всех желающих обращайтесь мы вам подберем кого-нибудь у нас очень много кошек в общем наверное порядка 70 да более 70 кошек у нас сейчас на пристройстве все разных возрастов окрасов есть старички есть инвалидики которые тоже пристраиваются и маленькие сейчас вот буквы да так конечно кто то там ну так же когда там покупаются фруты да там кто то любит дыню арбузы арбузы дыню есть один слот который очень любит цитрусовым это очень странный для кошек это как раз у нас самый донор вот в Сене самый большой который вот этот он любит мандарин там не стирается ничего любит наблюдать за стиранием машины естественно да когда она работает да вот дома кто то там уже нет поймали вчера двух кошек из подвал сейчас Люба написала тут вовремя забрали подвал спустились в 8 трубах да а так вот у людей послужить понимание то есть когда бывает самая гуляя что здесь замечают да там бабульки с соседним домом то есть там круглые годы в год вот 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 вот